Колы б я мала, пташины крыла, колы б я мила летать. Украинская песня Акапелла, Высоцкий, исполненный в дуэте под гармонь, шансон или эстрада, музыкальный жанр не имеет значения. Важно лишь умение петь и желание выступать на сцене. В Стуловском Доме культуры стартовал проект «Улыбка Фортуны». Это фестиваль-конкурс для тех, кому за. Мы решили в этом проекте, чтобы участники наши были не моложе 18, просто люди те, которые хотят петь, хотят петь от души. А всему остальному мы здесь научим. И ведь интересно еще что, что какими участники пришли, какими их сейчас увидят на первом этапе и какими они будут на третьем. Потому что со всеми ими мы будем заниматься. Не только вокалом, естественно, и хореографией где-то, а где-то постановка вообще номеров. О весне и о любви. Так называется первый этап фестиваля-конкурса. Ему предшествовал отборочный тур и по его результатам на сцене оказалось 12 участников. Им и предстоит идти до финала. Руководит проектом Олег Шутов. Уроженец Слободского, который долгое время провел вдали от малой родины, но около месяца назад вместе с женой вернулся на Слободскую землю. Говорит, потянуло на родину. С музыкой всю жизнь связано. Все. Я закончил Московскую консерваторию. Правда, не в эстрадном. Я дирижер симфонического оркестра. Но так судьба сложилась, что пришлось заниматься именно эстрадой. Как пример, Денис Майданов, мой ученик. Рисую грёзы, тричайных розы, тричайных розы, что ты дарил. Ждёшь о морозе, застыли слезы, пушистых кругов ты их не любил. Среди участников конкурса представители разных профессий, разного возраста, объединённые желанием петь и выступать. Я училась в музыкальной школе с детства. Потом закончила колледж культуры кировский. Сколько-то пела раньше. Давно уже не пела. И сейчас решила, думаю, дай-ка попробую. На службе она майор полиции. А здесь красивая женщина, которая, как и все, волнуется перед выходом на сцену. Для одних музыка заняла в жизни место хобби, для других являлась профессией, но со временем преобразовалась в любимое занятие. Окончил Кировское училище искусств в своё время по классу кларнета, а потом был военным музыкантом. В Кировском оркестре, так называемом, сейчас есть Кирове, «Северная звезда». Были профессии и хобби всё в одном. Сейчас, потому что основной доход, как бы я вышел на пенсию, как военный пенсионер, а всё остальное дополняется мысль. После каждого выступления профессиональное жюри выставляет оценки. От этапа к этапу баллы суммируются, и у зрителей после концерта есть возможность отдать свой голос за понравившегося исполнителя. Зачарована, околдована, с ветром в поле когда-то повечена. В Дом культуры я пришёл буквально в прошлый год. Вот, ну, занимаюсь. Ну, хоть говорить не пришлось. Я в прошлый год участвовал в конкурсе «Шанс на шансоне» победил и ездил в Киров, участвовал 23 февраля здесь в ДК Горького. «Полетела душа через край, напролёт, говорят, горожа. Царевна живёт над землёй не спеша. В дубозучнем обед полетела душа за нею на свет». Границы проекта открыты. В нём смогли принять участие не только жители Слободской земли, но и наши соседи. «Есть участники из Кирова, Кирово-Чепецка, да, из Слободского, Стулова. Вот, это пока. А вообще в планах, конечно, на будущий год мы хотим его сделать ежегодным, этот конкурс. И на будущий год, конечно, расширить границы не только в Вятской губернии даже, а где-то вот, может быть, и Нижегородская область, с кем мы ограничим, Пермский край и так далее». Это далеко идущие планы. А вот планы проекта текущего года. 21 апреля состоится второй этап конкурса под названием «Назад в СССР». В зале не останется никаких кресел. Он превратится в танцплощадку, где можно весело провести время, окунуться в атмосферу советских времён. А там и до финала недалеко. Он пройдёт в середине мая под названием «Красота спасёт мир». А в ностан Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...